Кодекс компании для стартапа, для оргсхемы не нужна молодым компаниям или компаниям, которые только выходят на рынок. То есть оргсхема нужна для компаний, в которых количество сотрудников начинает быть больше 20-30. Для молодых компаний или начинающих стартапов кодекс компании выглядит немножко по-другому. В нем нет оргсхемы, в нем есть вот такие подразделения сайта. Это сам кодекс компании, главные договоренности, генеральная стратегия, дерево цели, распределение денежного потока, участники их роли, стандарты, ценовая политика, методология, инструментарий, фирменный стиль и форум. Вот это тот набор, который в Google сайте мы заводим, когда делаем стартапы. То есть и там также принцип тот же самый. То есть в них мы ведем договоренности, в них мы записываем, в них мы меняем, и дальше все происходит то же самое, что я рассказывал про оргсхему. Только самой оргсхемы нет. То есть оргсхема появляется в тот момент, когда количество сотрудников становится больше 20. Продолжение следует...